Напишите, пожалуйста, как у вас идёт домашнее задание. У нас начался второй уровень путь лидера и домашнее задание Владимира, Стеллы. Напишите в чате, пожалуйста, как идёт работа с заданиями. Потихоньку вижу ответ. Выполнили почти, здорово. Выполняем, молодцы. Да, это очень важно. В первую очередь это нужно для вас самих. Слышно меня хорошо? Отлично, спасибо. И Наташа кивает прям ближе. Работай над списком. Супер. Добрый вечер. Привет из города Нур-Султана. Слышно. Отлично. Спасибо. Вы, Бушин. Александра. Александра. Елена. Работаем с новичками. Хорошо. Как насчёт занятия Стеллы? Сколько вы стали привлекательнее? Уже есть выполненные домашние Стеллы? Вот, видим, что разные города Казахстана называют Павлодар, Нур-Султан. Казахстан мы хорошо раскачали, да? Теперь нам нужно и другие страны захватывать. Так, насколько вы стали привлекательнее? Как вам вообще, как вы изменились? Потому что после занятий Стеллы идёт мощная трансформация. Почему? Спрашиваю. Это будет нужно для нашего сегодняшнего занятия. Когда проверка... Уточняйте у куратора. Так вот. Выполняем. Привет из Хабаровского края. Отлично. Список составили и оценка 10. Так. Сармен Мадина. О, Стелла мой мотиватор. Так. Девушки сказали, что я похожа стала. Да, вот у Мадины, она после занятий Стеллы пошла к парикмахеру, отрезала волосы. Она давно хотела, думала, думала. После вчерашнего, после четвергана пошла вечером. Застриглась, ей сейчас очень идёт. То есть сделала то, что давно хотела сделать. И стала более привлекательной внешне. И стала себе нравиться. Появилось больше уверенности. Вот если у кого-то была тоже похожая трансформация, напишите. Так, на Стеллу не успели на прямой эфир. Ну, мы говорим, да. Ну, кто не успевает на прямой эфир, всегда есть запись. На сутки запись сохраняется. Работа со списком, со скрипом, но в пределах допустимых. Да, ну, давайте скрипы все убираем. Со списком это важная работа. Так, первый, ну, код, давайте, код. Первая буква вашего имени. Первая буква вашего имени. Так, код первый, да, чтобы потом не дублировали вопрос. Сейчас, говорю еще раз, код, первую часть, первая буква вашего имени. Как вы помните, делали задание, сделали, давали себе комплименты на каждую букву своего имени. Сейчас вы помните, какое прилагательное вы себе дали на первую букву своего имени. И вот, будет так приятно сразу ставить. Куда код писать? Код напишите пока в блокноте, затем вышлите к куратору, когда получите второй код, чтобы куратор отметил, что вы пришли на занятие вовремя, что вы досидели до конца. А до конца, это когда мы даем вторую часть кода. Ну, не надо писать в чат, да, просто вспомните, это очень всегда приятно, когда вы сами себе делаете комплимент, а не ждете, когда вам сделают комплименты. То есть это самодостаточность, когда вам нужно извне вот это получать похвалу, приятные слова, когда это внутри есть, вам уже не нуждаетесь в этом. Я сделала покраску волос. Вот-вот. Ответ на мой вопрос, что у вас изменилось? Здорово. Да, первая буква имени. Я сейчас включу свет. Да, помню, да? Теперь вспоминаем мое первое занятие, о чем я говорила. Кто помнит? Первое занятие у меня. У нас была тема. Также она отпишет, я покрасила волосы, решила пересмотреть свой гардероб. Супер, отлично. Да, код уже был, уже несколько раз. Поэтому, если вы чуть-чуть опоздали, то уже... Код не говорю. Правильно, да. Мы говорили про продукцию, про ее ценности. Сколько важно понимать, да, использовать, во-первых, самим эту продукцию, видеть результаты на себе, не на своей семье, и понимать, что каждая баночка сделана с огромной любовью. Она пришла к нам от профессионала своего денег. То есть, в томе не работает с производителями, которые делают работу плохо. А в томе работает с производителями, которые делают продукцию лучше всех. Поэтому, каждая баночка, это как произведение искусства. Цените, знайте ее ценность. Об этом был наш первый урок. Второй. Личный бренд, верно, да. Сегодня мы говорили о том, как его создать. Сегодня же мы будем говорить о том, как быть привлекательной личностью, но не оффлайн, а онлайн. Поэтому, верите блокнотики, ручки, записывайте. Сегодня я буду рассказывать вам о нашем опыте. И все три года, да, уже прошло даже больше, как мы начали работать, мы всегда думали о том, как сделать так, чтобы мы и рассказывали, да, и мы и находили клиентов, партнеров, ну, чтобы они и находили нас. И таким образом вы облегчаете себе работу и позволяете, да, всему миру найти вас, и чтобы было вот такое вот. И вы рассказываете, и вас ищут. То есть вы ищете себе команду, и вас ищут. То есть это очень хорошая цель, которую всегда нужно держать в голове. О том, это бизнес больших цифр, когда чем больше команда, тем у нас лучше. Бизнес идет, тем интереснее работать, да, с разными странами. Тем больше выплаты, тем выше ранее. И сейчас в нашей команде угадайте, сколько человек. Примерно. Сколько человек у нас примерно в команде. Так, вот. Так, есть ответ 13 тысяч. Больше. Так, 250 тысяч, миллион, меньше. Так, вот. Ответ это Нелли. Примерно, да. Полумиллиона людей сейчас у нас в команде. Да, а вот миллион или ближе к полтора, да, это наши спонсоры. Литалия с Мукемом, которые отживают в Корее. И вот недавно делали тур по Казахстану, по СМД. То есть такие цифры не должны быть нереальными для вас. Вы видите меня, да, вы общаетесь, мы видели с вами в тот или иной момент. И для нас, как бы, это реально. И в вашем мышлении тоже должны быть такие цифры реальности. У вас будет полмиллиона, и затем миллион человек в команде. Если вы поставите себе такую цель, и холодные контакты, наша тема сегодняшняя, она поможет вам быстрее постичь. Потому что невозможно, да, только оффлайн работая, достичь вот таких больших цифр. Онлайн присутствие тоже обязательно. Нравится вам это или нет, или кто-то считает себя слишком старым, или слишком молодым, или слишком еще чего-то, чего мы себе придумываем, да, какие-то барьеры, отговорки. Я что-то там не умею, мне не получается, я стесняюсь. Такое все убираем. То есть, когда мы говорим такие слова, ставим себе ограничения, также идет ограничение на доход, на людей, на команду, на рост. Вы должны четко понимать, что вы достойны самого лучшего. И у вас это получится. Если вы поставили себе цель, и каждый день идете к ней, не важно, как быстро, или как медленно, не сравнивайте свой рост с другими людьми, просто, когда есть уверенность, то и все обязательно получится. Атомия – это та компания, которая осуществит ваши мечты, если вы будете тоже над этим работать, к этому идти. То есть, мечтать, ставить цели и идти к ним навстречу. Поэтому такие цифры, вот, которые вы написали, вот, Екатерина, 250 тысяч, да, Салтанат – миллион, обязательно у вас будут вот такие цифры. В структуре вы будете видеть свои миллионы, миллион людей, да, просто ставьте цели, мечтайте об огромных командах, потому что, когда, как не сейчас, когда идет такая вот глобальная, глобальные открытия стран, страна за страной открывается, на предрегистрации еще больше стран, и они тоже считаются вашими партнерами, клиентами. Да. И, конечно же, чем больше людей, тем больше у нас возможностей. Сейчас мы находимся в Турции, не случайно, да, мы сейчас выбирали, куда полететь, рассматривали Дубай или Турцию. Но так как в Турции у нас есть фидерские команды, да, партнеры, и здесь нужна наша поддержка, то мы решили в Турцию выбирать. В Дубае тоже есть партнеры, но страна еще не открыта, и, ну, я там не была ни разу, тоже хотелось, конечно, но выбрали более практичный вариант, где можно поработать и отдохнуть, конечно, классно. Более дешевле цены, да, здесь, и вот такой, можно и по-русски говорить здесь, многие говорят, русскоязычных очень много, наших, и, конечно, команда здесь классная. Поэтому пусть для вас тоже будет этой реальностью, что можно совмещать отпуск и работу. Это делать очень классно, потому что просто отдыхать уже как-то неинтересно. Поэтому откройте до себя мышление, эту возможность, что не только он-офлайн можно работать, а приглашать, вот так, ознакомиться, рассказывать, привлекать, но и он-лайн тоже нужно это делать. И сегодня я буду рассказывать вам, как вы это делали, как это делать так, чтобы привлекать в свой бизнес, в свою команду огромное количество людей. Потому что у нас команда, да, полмиллиона человек, это круто, я знаю, что можно, мы можем прости быстрее, захватывать территории, да, страны, и, ну, захватывать мне не очень нравится слово, помогать огромному количеству людей изменить свою жизнь по лучшему, как изменилась наша. А три года назад мы не представляли, что мы будем знать полмиллиона человек, путешествовать, ни в чем себе не отказывать, помогать, общаться, и все это будет очень приятно делать. То есть, как, идешь не как на работу, да, как на вечеринку, как на праздник. все позволяет о томе. Ну, что ж, мы начали в 2018 году, да, именно начну не наш, историю нашего бизнеса, а историю нашего онлайн. Присутствие в свою страничку в инстаграме я открыла в 2018 году в декабре. Я копалась в архивах, и где-то примерно 15 декабря это было. Прямо перед открытием России. В России это открылось в декабре 2018 года тоже. Тогда примерно открылся мой первый инстаграм. Я его начала с нуля, и туда приглашала своих знакомых подруг, ну, чтобы они тоже подписали, чтобы они были в курсе моего бизнеса. И первые заказы именно пришли с инстаграма, потому что мы жили в Корее в тот момент. И чтобы не писать каждой своей подружке или знакомой, что я работаю в этом, было проще открыть страницу, позвать их туда, пригласить подписаться. И так больше людей быстро узнали о том, чем я начала заниматься. И почему инстаграм, потому что я всегда в инстаграме уже была довольно давно, просто у меня была личная страница, и я наблюдала за блогерами. И это тоже очень большой ключ к тому, почему у меня начало получаться. Потому что я смотрела на разных блогеров, как они растут, как они ведут страницы, как они продолжают быть интересными, не смотря на то, что постоянно тренды меняются, они все равно оставались на плаву. Кто-то задухало, кто-то наоборот. У них аудитория все больше и больше становится. И наблюдая тоже многому учишься. И возможно кто-то не знает, но я интроверт. есть ли интроверты здесь? Напишите, пожалуйста, вы экстраверт или интроверт? То есть И или Э? Вот, да, проехала на зима. Это как понять? Интроверт это который любит людей, но некомфортно общаться. Вот тут такая есть индивидуальность характер, что общение, больше нравится наблюдение за людьми, больше внутренний диалог, больше любишь читателей. А экстраверты человек, который душе общитель общитель такой. Да, интересно, 60 на 40. Кто-то яркий экстраверт, кто-то знает, да? Да. Вот экстравертом очень легко заниматься бизнесом оффлайн. То есть кто-то даже говорит, да, вот мне не нужно вот это странички, я хочу общаться, мне нужно вот видеть людей, рассказывать, так мне проще. А кому-то, как мне, экстравертом, хорошая новость, что соцсети, это для вас, прям идеально. И думаю, что это один из ключей, да, почему-то уже у меня хорошо получилось развить эту страничку. То есть с нуля подписчиков в восемнадцатом году, до тридцать одной тысячи с небольшим, да, тридцать на триста сейчас, двадцатый год, февраль. Потому что здесь нет живого общения, да, ты общаешься онлайн. Кому-то нам, да, экстравертом проще это делать через переписку, скажем, или аудио, или, ну, то есть не звонки. Хотя я, конечно же, очень люблю общение, но все равно больше мне комфортно через сообщения или соцсети общаться. Мессенджеры. Песят, написят, да. Мне проще написать, да, вот-вот. Экстраверты, конечно же, если вы экстраверт, вам нужно также научиться работать онлайн. как бы расширяете свои возможности, что не только вы оффлайн работаете, здесь вот немножко себя нужно пересилить, да, и это все делается ради бизнеса. То есть я интроверт, но все равно я посещаю мероприятия, я общаюсь, потому что это общение, это наша работа. В Атоме это общение. Если вы не общаетесь, то какой бизнес у вас получится. поэтому интровертам надо становиться экстравертами, а экстравертами понимать, что интроверты, да, тоже нам нужно расширять эти качества. Да, надо пересилить и начать онлайн работать, согласна. И это делать в Атоме очень легко, потому что когда ты рассказываешь о бизнесе, когда ты общаешься с Атомианцами, это очень такие оптимистичные единомышленники, люди похожего склада ума, характера. И здесь на самом деле я раскрылась как экстраверт тоже. Я начала себя комфортнее чувствовать на сцене, зумы проводить, даже эфиры тоже для меня это стало столько комфортным, что никакого страха нет. Поэтому со временем у вас тоже это все будет получаться. Со временем, в Атоме важно время, не торопитесь события. У меня была знакома, она после 9 месяцев работы в Атоме сказала, что-то у меня не такой рост, как у тебя, я не помню, это видимо, это не для меня. То есть когда человек может быть так близко к успеху, может сдаться, потому что все идет не так, ну как бы все возможно пошло не так, как было какое-то представление, что через 9 месяцев я там стану уже бриллиантом, вся человек достигнет ранга, и поэтому важно не сдаваться, важно знать, что бизнес в Атоме займет у вас время. Традиционный бизнес выживания, первый год это выживание, затем только вы уже можете рассчитывать через пару лет на стабильный доход. Первый это когда вы вкладываете, инвестируете, в Атоме же это первые годы, когда мы инвестируем свое время в изучение, то есть потому что быть это мяанцем это профессия, это другой бизнес, который мы не знаем, мы не знаем эту компанию в начале, когда приходим, нужно обучаться, лидеры это тоже обучение, когда мы передаем все, что знаем, и с каждым годом улучшаем свои знания, то есть больше и больше узнаем и компания еще глубже ее изучаем и передаем вам, чтобы у вас этот рост быстрее прошел. Так, общение так классное, сегодня с своим партнером делали холодные контакты, так было круто, даже в кафе зарегистрировали девушку. Вот Томми раскрываются все наши скрытые навыки, да, классно, спасибо за обратную связь, да, раскрываются таланты, вы себя по-другому уже начинаете ощущать, и недавно девочки спросили меня, что у меня поменялось мышление с бедности на богатство, это действительно произошло, потому что постоянно когда тебе стабильно идут выплаты, а в нулях, в миллионах ты понимаешь, что это будет дальше еще только увеличиваться, и начинаешь позволять себе больше, да, когда, когда живя в Корее, мы экономили на всем, покупали только со скидкой, сейчас мы можем уже не переживать о завтрашнем дне и с уверенностью, это дорогого стоит, на самом деле, когда ты уверенностью смотришь в будущее, даже в завтрашний и сейчас у нас я еще такой момент скажу, что сначала на моей страничке в инстаграме тогда появились уже сторис, довольно новинка такая была, и с того дня каждый день я делала сторис, и не один, а по несколько, это тоже своеобразная работа, и дальше я объясню, почему, что, именно для чего мы это делаем, но работу нужно вести над своими соцсетями, работу онлайн нужно вести тоже регулярно, как вы регулярно, например, посещаете образовательные центры, знакомитесь с новыми людьми, общаетесь, работаете с командой, также и онлайн, это тоже наша работа, и находясь тогда в Корее, мы могли оффлайн общаться, встречаться, образовательные центры рассказывать, приводить людей, мастер-классы проводить, мы все делали онлайн, тогда, и, кстати, Стелла Хигай рассказала нам о Zoom, еще до пандемии мы знали, что такое Zoom, и проводили свои первые обучения с командой именно в Zoom. Это был девятнадцатый год весна. Поэтому все, что мы умеем онлайн делать, это нам обязательно нужно. Это также инвестиция в вас, в ваш бизнес. там я говорила даже о телефоне на первом взятии. Для работы нам это нужно. Ноутбук. Вот кто выходит в Zoom с ноутбука, с компьютера, это сразу широкая такая картинка. Это очень профессиональный выкидер. Причем, когда с телефона такой, ну, корректальный у нас обрезанный. Ну, и больше возможностей, когда у вас нет с ноутбука, компьютер, вы уходите в Zoom, у вас есть возможность показывать презентации, показывать еще экран там, показывать сайт и так далее. Вот. Так что наша история это чтобы показать, что мы начинали с нуля и добились вот таких вершин. То есть у вас, у каждого из вас тоже есть возможность стать крутыми лидерами и лидерами с огромной, многочисленной командой, если вы знаете, в каком направлении идти и идете. Не сдаетесь, да, при каких-то, если у вас есть какие-то сомнения или какие-то бывают препятствия на пути. Это все жизнь, да, это в бизнесе не так просто. Любой бизнес, любая работа требует определенного профессионализма от нас и у нас у всех получится вот как эта молодая компания. Когда случилась пандемия в 2020 году в марте мы были в Казахстане. Вообще мы в Корее жили и в Казахстан приехали на время. чтобы поработать тогда Казахстан тогда открылся и мы решили пожить, поработать, провести время с родителями, чтобы дочка знала семью. Случилась пандемия и мы остались в Казахстане. Многие у кого был традиционный бизнес, у них был огромный стресс, потому что они не были подготовлены к этому. Домианцы же ушли онлайн, зум, больше начали развивать свои соцсети и показал наш интернет-магазин, что он не этот бизнес не хрупкий, что мы можем работать, продолжать работать даже в условиях пандемии. и специалисты говорят, что в пандемии будут дальше продолжаться вирусы, будут мутировать или новые появляться. Но мы знаем, что у нас интернет-магазин это интересные люди. Люди начинают больше и больше покупать онлайн. Как вот, например, мы разговаривали с турком недавно, он говорит, что турки только в пандемии начали пользоваться интернет-магазинами, до этого было проще сходить на рынок. Ну, как и в странах СНГ, в Корее же, вот даже когда мы там жили в девятнадцатом году, ну, четыре года мы там жили, и там уже очень популярные онлайн-покупки даже больше, чем куда-то ходить. То есть можно все купить онлайн и получить довольно быструю доставку. Атоми нам показала, да, что это все обязательно будет. Поэтому, когда вы приглашаете бизнес, вы объясняете, почему важно покупать онлайн, учиться это делать, потому что этот тренд будет только расти. И в пандемию наши доходы увеличились, потому что у нас как раз продукция для иммунитетов, для здоровья, чтобы поменьше ходить к врачу и к косметикам, чтобы поменьше ходить к косметологу и так далее. Когда случилась инфляция, да, вот особенно в Турции, довольно сильная, в два раза все подорожало, цены остались прежними. за время открытия России, например, подорожало только химихи. Компания сделала такое решение, приняла, что они не будут повышать на все цены. Поэтому это тоже говорит новая компания. Это компания, которая заботится о нас, заботится о клиентах. Клиент ориентированных. политическая нестабильность. Сейчас то, что происходит и то, что произошло в январе, тоже дало нам знать, что мы не должны зависеть от экономики одной стороны. Что мы должны развиваться. Как я говорила раньше в начале занятия, что нам нужна глобальная команда. То есть это наш бизнес, он должен быть глобальным. и то, что сейчас происходит, это, конечно, да, у каждого может быть свое мнение на это, но что касается бизнеса, мы продолжаем работать. И кто-то написал Владимиру, что его домашнее здание делать не могу, потому что такая ситуация сейчас. Не путайте работ, вот, например, в офисе мы же продолжаем, кто работает в офисе, ходить в офис работать. Они могут сотрудниками рассказы, делиться своим мнением, но все равно продолжает, работа идет. Также бизнес в Атомии должен продолжаться. Возможно, кому-то, кто впечатлительный, нужно поменьше смотреть новостей, потому что новости это тоже бизнес. То есть для кого-то выгодно, чтобы мы были у экранов, смотрели рекламу пока и так далее. в общем были в стрессе. Но психологи говорят, что нам не нужно постоянно смотреть новости, потому что они высасывают из нас энергию и время. Не тратьте свою энергию и время. Вам лучше строите свой бизнес и тратьте энергию здесь, потому что она здесь затем превращается в облдель. поэтому мы продолжаем с вами работать и знаем, что о том и позаботиться у нас, несмотря на пандемию, инфляцию и нестабильность. И это можно делать все онлайн. Давайте поговорим уже о более практичных вещах. Подготовим почву. как мы если хотим собрать урожай, сначала мы подготавливаем почву, садим первые ростки, поливаем уже дальше. Сначала мы подготавливаем почву. Также и в онлайн работе на жизнь мы начинаем создание аккаунтов. И подумайте, в какой сети вам было бы комфортно работать. Но даже не комфортно, какая сейчас где сейчас есть люди, что сейчас пользуется популярностью, значит, там вам нужно быть. То есть, где люди есть, там вам нужно развиваться. Это, конечно, инстаграм, номер один в СНГ, в западном мире это фейсбук, здесь больше пользуются. И, конечно же, ютуб-канал нам нужно обязательно. Ну, кто-то еще другие соцсети рассматривает, одноклассники, ВКонтакте, это тоже здорово. Просто большей популярностью пользуются вот эти соцсети, которые я назвала. Почему ютуб тоже важен, хотя для кого-то тоже, это никогда я не делала, я не записывала видео, я не создавала ютуб-канал. Обязательно это нужно делать. Вот даже у Атоми есть официальные инстаграм-аккаунты, фейсбук-аккаунты и ютуб-аккаунты. И сайт есть, да, еще? Ну, сайт уже как интернет-магазин. Зачем нужен ютуб, потому что оттуда тоже идут регистрации, идут люди. Потому что когда я сама узнала об Атоме, первым делом я решила узнать как можно больше о ней, и я сразу спрашиваю гугл и ютуб. Гугл, благодаря гугл можно найти ваш сайт, например, об Атоме, а благодаря ютуб, ну, кстати, инстаграм тоже может выдавать ваш, а благодаря ютубу узнать больше в бизнесе продукции более подробно. Поэтому кто еще не создал ютуб, вы многое теряете. Также когда вы отправляете например новичку информацию, лучше будет, конечно, если вы отправите свой маркетинг-план, а не маркетинг-план скажем Владимира. Ну что тоже здорово, Владимир один из лучших кто рассказывает о маркетинг-план русском, но когда это будете вы рассказывать, вы для своих новичков будете вырастить как лидеры. И будете показывать классный пример, что когда они вырастут как лидеры, тоже сделают свой маркетинг-план, ролик будут продолжать дублицировать. Поэтому кто еще не создал, создайте. следующий момент, ну как бы создание аккаунта, название, тоже очень хорошо подумайте, подумайте со своим спонсором, куратором, как лучше назвать, чтобы запоминаться, чтобы это было не тяжело, что-то не слишком длинное, но в то же время интересное, красивое. упаковка аккаунта это уже следующий момент, как выглядит ваш ютуб-канал. В ютуб-канале есть обложка, есть аватарка, название и уже как выглядит ваш контент, обложки каждого ролика. А в инстаграме есть шапка профиля, есть аватарка, есть сторис, как вы ведете и как контент у вас, как лента выглядит, как актуально. Дальше мы это посмотрим на примерах, но все это важно, это лицо. То есть когда вас находит клиент, новичок, для него вы лицо компании. И было бы здорово, чтобы вы сразу в начале линии, профессионалы, эксперты о своем делах показали, чтобы вам захотелось в команду, у вас захотелось бы спросить вопросы по маркетинг-плану, про бизнес, с вами хотелось бы общаться, у вас бы хотелось спросить, сколько это стоит и как это купить. И тем человеком, вот как мы говорили, Стала говорила в четверг, развлекательной личностью это привнести и сюда онлайн. останется ли человек на вашей странице, на вашем канале это все нужно конечно продумать, вот как мы планируем, например, вы смотрите какой-то заплатывающий фильм, и когда вы закончите его смотреть, вы такие вау, это крутой фильм, ну что произошло, просто кто-то написал сценарий, сделал всю эту работу, и ну то есть была такая подготовка, планирование, отправила его на просмотр, да, этот фильм, поэтому также здесь мы планируем, все готовим перед тем, как уже люди начали приходить к вам в команду. И для этого нам нужно развивать вот этот навык наблюдения, который хорошо развит у интроверта, наблюдать и дублицировать то, что вам нравится, смотреть на атомианцев, которые классно ведут странички, на блогеров, которые тоже что-то можно какие-то идеи брать, на сетевиков других компаний тоже можете смотреть и какие-то брать идеи, чтобы еще лучше становиться. Нет такого, чтобы достичь идеала в упаковке. Вы будете в постоянном росте. Но можно сделать очень круто. Надо стремиться к идеалу. Когда мы стремимся к идеалу, мы делаем настолько классно, насколько это возможно. Фотосессия. Почему написала? Потому что хорошие фотографии всегда нужны в нашем бизнесе. Если у вас еще нет хорошей фотографии, обязательно обзавидитесь. Они вам везде понадобятся. Обложки ваших роликов, сама упаковка и инстаграме, аватарке, хотя бы в контенте, в ленте, в сторис, в мессенджерах тоже, когда стоит красивая ваша фотография, это очень приятно. С вами хочется начать общение, видишь, что перед тобой красота, чем когда там цветочки или еще что-то. То есть вы должны быть помнят про личный бренд везде. И так как у нас наша работа это быть привлекательными, нам нужно включить улыбку. Это лучше, чем мы будем серьезны. Крупное фото на аватарке, улыбка, в ленте тоже посмотрите, чтобы не было серьезных улыбок. Это больше инвестиция, особенно что касается соцсетей. Это привлекает. Это более дружелюбно такое. Хочется узнать больше об этом человеке, чем если мы будем серьезны. Следующее качество красивой картинки видеопродукции. Узнаете у своего куратора, спонсора, где их можно достать. В Инстаграме есть странички официальной Атоме у каждой страны, у каждого филиала есть своя Инстаграм страничка и они должны делать качественный контент. Вы можете учиться у них. Потому что они не знаю, нанимают, не нанимают профессиональных СММщиков. Возможно, они это делают, да. Но как лицо компании они должны тоже давать нам качество. То есть мы должны видеть страничку и понимать «О, это официальная страничка, значит, очень красивый контент». Молодцы. Эфиры красиво все смотрят. Видим, да, даже на Казахстан как красиво делают. Эфиры свет, все подготавливают. У них есть продкастер, который занимает. и к своей страничке и YouTube, и Instagram тоже такие вот высокие требования проявляйте. Требуйте от своих странички, потому что конкуренция очень большая. Вы должны отличаться, вы должны качеством отличаться, ну и своей индивидуальностью конечно тоже будет, да, будет ваши фотографии, ваши ролики, эфиры, но всегда нужно думать о качестве, потому что люди любят качество, это значит, что вы серьезно относитесь к своему бизнесу, к своим страничкам и показывает многое о вас, то есть до того уже как они напишут вам, начнут общение с вами, то есть чтобы это все было очень хорошо организовано. и таких страничек очень много, где вы можете брать идеи, брать красивые ролики, брать картинки, спросите у своих спонсоров, кураторов. Регулярный контент это то, вот о чем я говорила, да, то есть сначала создание моей странички инстаграм, каждый день stories уже более трех лет, никогда я себе не давала выходной, но я отдохнусь из-за было невозможно один или два дня, когда я или из-за болезни, или из-за строения, или отключения интернета, да, как это было, не было, но все остальное время я очень много стараюсь, если я в свой архив зайду, всегда, 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 то есть это регулярность, как Александр Ким, да, сегодня, я такой аналогик, то есть так для себя поняла, что более трех лет рассказывает об этом каждую субботу, без выходных, без никаких отговоров, мы делаем это обучение, да, со Стеллой и с Владимиром, и ежегодно выходим вот так в субб, да, как ваши спонсоры тоже работают, регулярно проводят встречи онлайн, офлайн, так как это наш бизнес, даже важнее для нас, чем работа в найме, да, была, это наше детище, когда мы делаем что-то регулярно, у нас идут результаты, это даже уже то, что мы это делаем регулярно, уже достойно уважение, поэтому всегда думайте о том, чтобы сохранять вот это вот постоянство, последовательность, потому что когда мы даже вот новички начинают что-то делать и постоянно продолжаем это делать, у нас все лучше и лучше получается, вы будете расти в любой области, в которой будете постоянно, и последний пункт здесь это прокачивает свою экспертность. Опять же, до того, как начать общение уже с клиентами, вы должны быть экспертами по продукции, по бизнесу и все знать о компании. Это очень три главных столба успеха, кита, компания, продукция и маркетинг бизнес-план. То есть вот эти три вам нужно узнать вот на зубоках, чтобы было прям все было легко вам рассказать, но это, конечно, тоже нарабатывается со временем. обучаясь, обучаются здесь, потому что об атоме мы с вами не так давно узнали, три года для нас, кого-то два, кого-то год, совсем недавно с нами, и мы не знаем, не знаем, когда новички не приходят, мы ничего не знаем, и нам нужно постоянно учаться здесь, даже вот сейчас что-то новое для себя узнали, вот мы обновляем сейчас каталог, например, для меня было интересно, что мы говорим вроде как сок, но не сок, но не у нас это не сок, у нас это концентрат или еще какие-то вещи, то есть концентрат это такой, ферментация сока прошла и более он сконцентрированный, то есть это даже лучше, чем сок, более эффективный, и вот так вот, когда в одной сфере очень круто развиваетесь и там вас прокачивает как экспертов, я всегда удивлялась людям, которые 5 лет работали, 10 лет работали в одной компании, потому что я до в полатоме очень прыгала с одной сферы в другой, я была и фитнес-инструктором, преподавателем по-английски, певицей, профессиональной, какими еще деятельностями, в общем, пыталась себя найти, здесь же я нашла себя, и мне никуда не хочется, и это очень здорово, и в то же время я понимаю, что я здесь работаю постоянно, да, и прокачиваюсь каждый день, и когда вы тоже прокачиваетесь как эксперт здесь, это сразу видно, и дальше ваши партнеры, ваша команда уже будут тублицировать вас, потому что они будут знать, что их спонсор настолько все хорошо знает, может ответить на любой вопрос, они тоже хотят так, и это, конечно же, повышает эксперты всей команды. Мы подготовили с вами почту, что мы делаем дальше? Наша цель искать и быть найден. Стратегия не только искать, еще стратегия, чтобы вас нашли, находили сами люди, к вам приходили в команду сами. Это же здорово, что вы облегчаете тем самым себе работать. То есть вы сделали вот такой фундамент для себя, и сейчас вы, мы, например, уже работаем, сделая это в течение нескольких лет, видим, что это было все не зря. Также у пост, каждый пост, который вы делаете, каждое объявление, которое, возможно, сразу на него не придут очень миллионы регистраций, продаж, но это обязательно со временем произойдет. Главное продолжать, знайте, что вода камень точный, даже начиная как новичок, в инстаграме, в тук, вы обязательно станете профессионалом, это такая профессия, это СММ называется, у вас обязательно будет все лучше получаться, и будет все больше регистраций идти. Поэтому нам очень помогают следующие вещи, чтобы искать и быть найденным, это соцсети, как мы с вами уже говорили. Ну, также мессенджеры, да, можно сюда, например, кто-то в WhatsApp может поставить статус, это тоже там, ну, какое-то своеобразное привлечение, чтобы всем своим контактам в WhatsApp показывать, там, у нас какая-то акция идет, или у меня мастер-класс будет, или то-то-то, ну, какого-то новогостью, для получения контактов. Дальше YouTube обязательно, да, то-есть, мы говорили хотите, делайте, хотите, нет, сейчас я вам говорю, нет такого, хочешь, не хочешь, надо, если вы хотите увеличить количество холодных контактов, следующее, ну, подавать объявления, да, это разнообразные, грубо, например, в ВКонтакте есть, но я знаю больше по Фейсбуке, например, вот у нас регулярно проводятся мастер-классы вот сейчас в Турции, в Анталии, по продукции мы делим с девочками такие встречи и у нас один партнер с Канадой дала объявление группу в Фейсбуке, которая называется Казахи в Турции, в Геманталии и оттуда вот она познакомилась с девочками, которым это было интересно, то-есть, вы не тоже не зависите от одной из партнеров, а в Фейсбуке это очень легко то есть это глобальная соцсети, ну как у нас глобальный интернет-магазин, глобальный бизнес, YouTube это глобальный, они не зависят от одной, это не одна страна, не одна группа людей, это все люди, которые пользуются интернетом, поэтому ищите и будьте найдены благодаря этим инструментам, Target, вот когда мы только начинали, я помню, мы с Владимиром решили, да, такую стратегию, что мы в Корее находимся, мы хотим, когда Казахстан не был открыт, мы хотим развивать команду в Казахстане, вот так же в России, в СНГ, в общем, русскоязычные страны, и мы запускали Target, потому что он позволяет, не находясь в стране, в которой ты хочешь найти людей, их с ними начать общение, привлечение, и это очень крутая инвестиция, которой, кстати, многие атомянцы пользуются, включая нас. И на следующем занятии я вам больше буду рассказывать о рекламе, дорогие дети, как я запускаю, как другие атомянцы запускают образцы, и как это делать. И бесплатные способы продвижения тоже, конечно, будет. Так, сейчас коротко, быстренько почитаю чат, мне ценные рекомендации, Алла, спасибо, работа с командой, вместе развивать команды, ежедневно делать планировку с лидерами, вместе работа, быть единственным целым, да, в соцсетях продвижение и поддержка. Да, Алла, классная, ты мне напомнила, что соцсети также и работают для поддержания своей команды, как пример, и то, что вы там даже лайкаете, репостите, это тоже классно, это такая поддержка. Да, Ирина, мы в Анталии, первый год уже прозвучал, не могу его рассказать, да, второй год я пропустила, следующее, взаимный пиар, блогер, работа с блогером, работа с какими-то другими аккаунтами, да, чтобы сделать, как бы, вы сделаете рекламу у этого человека, у себя, например, какой-то другой бизнес, да, например, скажем, услуги массажа, он, этот человек, другой человек сделает рекламу у себя, блоги, почему бы нет, то есть придумываете, вот здесь креативности вашей нет предела, то есть только вы и ваши идеи, да, помогут вам развить ваш бизнес до невероятных отсутствий, почему мы иногда предпочитаем работать с блогерами, это люди, у которых уже есть наработанная аудитория гадания, люди доверяют этому человеку и его выбору, тоже можно пробовать работать, плюс блогер может заинтересоваться сам в бизнесе аудитория, это, конечно, наилучший ход событий, вариант, пробуйте, сделать свой сайт тоже можно, можно сделать такой информационный сайт, но не продаж, продажами занимается только официальный сайт, ваш же сайт может быть как каталог, да, например, как информация по продукту, составы, например, то это все интересно, вот как я говорила, в гугл, если вы видите домик, и вы выйдете там один из первых, то, конечно, обязательно к вам пойдут и заказы, и регистрации, то есть быть таким магнитом для регистрации в онлайн, в интернете, захватить вот полностью офлайн, онлайн, это цель обязательно, если вы будете там и там работать, как экстраверт и интроверт, у вас будет быстрее рост. Так, как узнать, кто куратор, спросите у человека, который вас зарегистрировал, кто дает вам ссылку на это занятие. Так, о, мы боксы с партнером сейчас к 8 марта такие с массажем как раз делали. Как с ними работать, если они не отвечают, у меня мало подписчиков. Да, если у вас мало подписчиков, это, конечно, минус, над этим нужно работать. Например, люди не очень доверяют аккаунту, где-то 300, вместе человек, работать им надо увеличивать подписчиков. У нас есть лайк-чат в Телеграме, где мы помогаем друг другу в развитии. В Инстаграм есть такое понятие, как рилс, который бесплатно вас продвигает. Только делайте это регулярно. Вообще, соцсети любят регулярность. Когда вы делаете регулярный контент, вы со временем обязательно ворвитесь в рекомендовании. То, что соцсеть сама будет вас рекомендовать и делать это бесплатно. Поэтому работать и продолжать работать, не жалуемся, не говорим, что у меня не получается, это не мое и так далее. Это все отговорки. Спрашивайте, как, например, увеличить число подписчиков, как запускать рекламу. Вот такие более вопросы, которые направлены на поиск решения. а не просто сказать какую-то проблему. Следующая цель, которую нам уже, если вы первую цель сделали, вторая цель следующая расположить, вызвать доверие. Если вы это сделаете, у вас будут постоянные регистрации и подписчики будут число их расти. Что мы можем делать, чтобы вызвать доверие, например, делать регулярно сторис, эфиры. И кто-то может тоже подумать, что я делаю постоянно сторис и нету регистрации. Но вот даже делая например рилс, вы видите, что у вас обстановлено качество просмотров, но сразу от этого не приходит к вам заявки на бизнес или продукцию. Почему это происходит? Потому что люди могут на вас подписаться, их может заинтересовать ваш контент, но они еще сомневаются. И это называется прогревание вашей аудитории, когда ваша цель расположить к себе и вызвать доверие. Это самое главное, только после этого вам будут идти продажи. Если вы этого не делаете, продаж не будет, человек отпишется от вас. Это сложно добиться сразу. Иногда конечно можно быть такой, человек узнал, а потом увидел вас, ознакомился с вашей страничкой, с вашим сайтом и так далее и захотел узнать больше, пишет вам сразу. Но это исключение. Обычно человек может подписаться, смотреть ваши сторис, а также зайти на эфир, где вы будете продолжать располагать к себе и вызывать доверие. Я помню, мы делали первые свои эфиры с Владимиром на регулярной снове по понедельникам. и после каждого эфира, мы тогда еще в то время запускали рекламу, и в то время после каждого эфира у нас приходила регистрация. То есть у нас в инстаграм-аккаунте, в шапке профиля был ссылка на на блинг, о нет, на гугл-анкету, и там появлялась регистрация, приходила на почту. Почему так происходит? Потому что во время эфира можно много что рассказать, можно расположить, можно вызвать доверие. Почему так мало людей делают эфиры, для меня загадка. Почему вы не пользуетесь этим инструментом? Как и сторис. Сторис они идут ежедневно. Они всего 15 секунд. людям легче посмотреть, зайти в сторис, потому что они знают эти 15 секунд, и возможно еще там листать. Если им что-то не нравится, идут дальше. Но вы сами знаете, кто пользуется инстаграм. Пост же читать уже полнее время затратное дело, потому что там текст, картинка, текст, возможно ролик, все равно есть текст, который нужно читать. Почему рилс сейчас популярны, сторис, все уменьшается, то есть время, внимание людей, оно уменьшается, вам нужно успеть за короткий срок привлечь внимание клиентов, партнеров, и чтобы именно к нам пришли, именно мы расположили к себе. следующая продукция. В Атоме чаще всего у нас даже не сетевики, что касается нашей команды, а именно люди, которые пришли на продукцию или даже сетевики, которые именно очень в начале много было сомнений, страхов, или бизнесмены, но пришли именно на продукцию, попробовав ее, увидеть в качестве, то же самое нужно сделать вам, но без показа продукции, без постований, без stories, без эфиров, как человек узнает, что у нас классная продукция. Обязательно продукция, делайте упор на нее. То есть нам нужно о себе конечно рассказывать, как мы говорили, личный бренд прокачивать, но не забывать, что нам нужно рассказывать о продукции. Три столба компаний, продукции и бизнес. Дальше полезность. Когда мы полезны для общества, на нас хочется подписаться. Когда мы даем мотивацию, что-то интересное, если врач можно вести блог о продукции более с профессиональной точки зрения. Если вы психолог, то говорите о мотивации. Если у вас какая-то другая экспертность, то есть давать пользу, почему именно на вас нужно подписаться из тысячи отмятов и продолжать быть подписан на вас. А такое бывает, что подписчики уходят. Далее розыгрыши. Проводите розыгрыши. Я уверена, что это рабочий инструмент. Вижу это сейчас. Раньше работали гивы, работали таргет, как будто больше регистрации приводил. гульбаршин пишет автоворонки. Это все работало раньше. Сейчас мы видим, что тренды меняются. Дарите что-нибудь из продукции, хотя бы одну щетку, хотя бы что-то пасту. Это все равно приятно человеку, и вы даете впечатление бизнес-леди, которая не только думает о себе, о том, как заполучить, продажи, но еще что-то дать. Когда вы человек, который дает, это всегда притягивает. И делать это регулярно, потому что успех всегда в регулярности. Очень ценно внимание сейчас, очень ценные подписчики, не так просто заполучить их внимание, но когда вам это удается, это большая радость и ведет к большому успеху и большим выплатам. Далее показать работу в команде или себя за работой, это помните с прошлого занятия было домашнее задание сделать вау ролик. Похоже, то есть когда мы раскручиваем свой личный бренд, именно показываем, что мы не одни, что у нас есть целая команда, которая нам доверяет, спонсором тоже с командой, потому что это командный бизнес, вам нужно давать правильные понятия своим блогам, своими аккаунтам, показывать, что мы работаем в команде, один человек не может сделать так много, мы не одни зарегистрировали полмиллиона человек, мы не своими только усилиями стали роял-мастерами, это огромная работа, это командная работа, это каждый человек в нашей команде, и себя заработать тоже, я уже видела, кто сделал ролики, вау-ролики, напишите, пожалуйста, что вы придумали, какой вы выбрали тематику, увидела ролик Радика Рузиева, как он зашел в центр свой, да, как Ман-Арман в Алматы показал, что он работает с аудиторией, что он рассказывает план, что красивый офис, и такой ролик, его личный бренд очень хорошо раскрутил, вот кому понравился этот ролик, и кто еще сомневался, думал, стоит ли мне быть здесь, стоит ли мне прийти на мастер-класс, на бизнес-встречу, я думаю, что они убрали свои сомнения, и чем чаще вы это делаете, тем все меньше страха у людей. Так, Олеся пишет использование продукции, здорово, да, показать, что вы сами пользуетесь этой продукцией, это большое дело, потому что многие могут и не верить, что это действительно качественная продукция, а ты сам пользуешься, могут быть такие вопросы, чтобы таких вопросов не было, можно показать, что вы пользуетесь этой продукцией, это будет работать на вас, записав контент хороший, он будет работать на вас все время постоянно. Так, вижу Эльмира написала и сделала ролик встречи со своей командой. За работой, с продукцией сняли видео и фотки. Классно. Молодец. Это круто, когда вы показываете встречи с командой, что вам там улыбаются, что вы не страшный человек, что нужно его и можно вам написать с вами начать беседу. Потому что, когда человек заходит на инстаграм аккаунт, очень много сомнений, очень много страха написать. Когда же вы показываете себя в том же ролике или на фото, что у вас там у команды, то вот этот страх отпадает и доверие мы сглазываем. Так, Изамира пишет, я сделала видео, где мы с командой проходили обучение в офисе К3. Здорово. Тоже командное видео выбрали, да? Каждый понедельник в среду. В общем, продолжайте работать над этим. Это важные ролики. Себя заработай. Почему? Потому что показать вообще себя. Кто-то ведет страницу, поставит на аватарку логотип, это огромная ошибка. Пусть мы не компания. Мы человек, который рекламирует эту компанию, эту продукцию. И тут люди идут на людей, а не на логотип. Поэтому важно для человека быть человеком, в первую очередь. Вот что-то общее, да? Почему, например, важно написать имя, чтобы знать, как вам обращаться. Написать год от где вы или страну. Ой, я тоже с этой страны. Напишу-ка я имя. Что-то общее, да? Я в сторис делать, что вы смотрите сейчас сериал. Какой-нибудь популярный. Я тоже смотрю этот сериал. То есть стать поближе к своей аудитории. И это возможно делать. Невозможно, да? Сразу всем угодите, но это возможно делать, когда регулярно. Веселиться, путешествовать. Тоже важно. Это больше расположить, да? Почему именно нужно заниматься атомом? Потому что это весело. Потому что у нас командное общение, путешествие. И в прошлом году мы приобрели квартиру. Я думала, что это вызовет такой фурор, да? В команде, в мотивацию. На самом деле я больше вижу фурор сейчас, когда мы в Турции, да? Когда мы живем в отеле, в пятизвездочном. Ночь у нас очень радуется на море. Она любит с песочком играть. И это, я вижу, что больше мотивирует команду. Поэтому, когда вы куда-то в отпуск идите, тоже обязательно показывайте, как вы и работаете, и путешествуете, и веселитесь, и наслаждаетесь. То есть о том, чтобы не было такого, что о том, это только вот сидеть и пахать, да? С утра до ночи. Это о том, как вы развиваетесь как личность, обучаетесь, работаете с людьми, заказами продукции, получаете от этого удовольствия. И последний пункт здесь – регулярность. Уже мы говорили об этом пункте. Регулярность ведет к экспертности. Так, вторая часть кода будет в конце. Это для тех, чтобы никто не убежал в занятия. Дай Аллах, поедем всей командой отдыхать. Конечно же, да, у вас получится. Уже идет, будет командный отпуск скоро с командой Арман, а в следующем году еще круче. Так, ну и удобство для клиента – это мой последний слайд. Удобство для клиента. Что это значит? Это значит, что с вами легко начать общение. То есть, например, в дайрект вам напишешь, да, и вы ответите там. Например, коммент на пост вам напишешь там или на ролик ютуба тоже. Вы ответите. Есть вот, ну в инстаграме есть такая кнопочка дайректа. А в ютубе такого нет. Но в описании ролика вы можете оставить свои контакты. То есть, человек знает, как с вами начать общение. И вот если его заинтересовал, как у вас ролик, ваш пост. Или в инстаграме есть также опция поставить ссылку на WhatsApp. Тоже круто. То есть, человек знает, и вы расположили к себе, и с вами легко начать общение. Это важный момент. Если этого нет, как люди будут к вам прощаться? Второй момент. Легко зарегистрироваться и знаешь зачем. Опять же, да, человек написал вас, спросил, как зарегистрироваться. Потому что, ну, вы пост написали зачем, или сторис, или эфир сделали на эту тему. Также можете поставить, как я говорила ранее, анкету в инстаграме или на ютубе. Там прямо можно в описании оставить анкету, высокую анкету для регистрации. Скорость ответа важна. Когда человек не будет ждать там целый день, или даже несколько часов кто-то не ждет. Вот когда горит, когда он только узнал об Атоме, хочет узнать больше, но не получает ответа, он идет дальше. Кто ему ответит? Поэтому скорость важна. Особенно, если вы рекламу, например, запускаете, или объявление где-то поставили. Не отвечаете, это тоже говорит о вас уже. Ватсапе, насколько вы быстро отвечаете, тоже важно. То есть наше онлайн присутствие должно быть, оно работает на нас. Потому что конкуренция, как я говорю, не спит. Есть. Почему? Нужно ждать ответа от вас, когда можно написать другому, а он ответил быстрее. Не теряем возможности. Живое общение имеется в виду такое более теплое, чем просто сообщение. Аудио. Нам помогает в этом аудио. Это такое более к живому. Мы не можем, если вот так встретиться оффлайн, то мы можем там видеозвонок сделать, или просто позвонить, или записать аудио, чтобы было слышно у вас голос. Выходя в Zoom, обязательно включайте камеру или общайтесь, включайте звук, чтобы расположить снова вызвать доверие и не просто быть контактом в соцсетях, в мессенджерах. Аудио важно. Далее, ну и звонки важно, кстати. Когда вам пишут новички, пишите всегда, давайте созвонимся, если вы видите, что у человека много вопросов. Так просто будет комфортнее, многим людям комфортнее не писать. Да, это довольно долго, время занимает. Аудио тоже кто-то может не слушать, а вот когда позвонишь, уже точно знаешь. Следующий индивидуальный подход. Мы никогда не работаем шаблонными фразами. Вы можете, конечно, подготовить на вопрос, например, что такое атоме, какой-то свой ответ, который вы можете давать. Но всегда помните про индивидуальность. Например, бизнесмену нужно рассказывать про перспективы, про возможность сетевику, про глобальность этой компании, что она новая. Домохозяйки, мамочки рассказывать преимущества, что это онлайн именно интернет-магазин с доставкой, регистрация дает нам скидку. То есть, когда вы индивидуально подходите, вы увеличиваете эффективность такого общения, что человек вам придет в команду или сделает покупку. Чувствуете, это приходит, конечно, со временем. Если вы не привыкли онлайн общаться, что только вживую, общались раньше и сейчас же, нужно прочувствовать уже человека и задавать, кстати, вопросы. На следующем занятии я уже покажу вам примеры, как я работаю с холодными контактами именно в переписке и использую техники. Индивидуально подходите к каждому. Перед ответом, например, зайдите на страничку этого человека, посмотрите, как его хотя бы зовут. И уже обращайтесь с именем. Здравствуйте, Ирина, например. Спасибо за доверие, если вам уже скинули информацию для регистрации. Спасибо, что написали. Как я могу вам помочь? То есть, когда клиенту удобно, то вы увеличиваете шанс, что вы закроете, так скажем, эту сделку, что человек придет к вам. Следующее – это анкета, ссылка в WhatsApp, мультисылка с информацией или информационный сайт. Это то, что это нужно также для удобства клиента. Вот захотел он зарегистрироваться – вот анкета. Захотел вам написать – ссылка на WhatsApp есть. Мультисылка с информацией – это вот типа Таблинк или как бы разные есть мультисылки. Если вы не знаете, тоже у куратора спросите, как это сделать. Это делается все бесплатно. Такая мультисылка позволяет вам и анкету поставить в Инстаграме или Ютубе, и ссылку на WhatsApp, и свой сайт и так далее. То есть, расширяет возможности. Раньше, когда мы начинали, я ставила ссылку на анкету. Далее какое-то время, когда было не так много регистраций, не так много анкет люди заполняли, ставила ссылку на WhatsApp. Посмотрите, как что будет для вас работать. Возможно, кому-то будет легче написать вам сначала. Но прежде чем регистрироваться, написать вам, узнать, поговорить с вами, и созвониться, чем вот сразу, ну это более вот тоже предпочтительный вариант. А мультисылка, когда у вас стоит, то это, конечно, расширяет ваши возможности. Вы там и про компанию можете написать, и про себя, и дать там, например, ссылку на бизнес-план. А когда у вас есть информационный сайт, это как бы повышает статусность вас как профессионала. Следующий пункт – клиент или партнер. Спрашивайте у этого человека, вам интересен бизнес или продукция, или то и другое. Это тоже для того, чтобы понять, как вам общаться, в каком ключе, и какую информацию давать, какие материалы. Если, например, клиент, тогда вы рассказываете именно про продукции, чем я могу вам помочь, как вас проконсультировать. Можно скинуть каталог. Кстати, у кого нет российского каталога, я вот недавно наткнулась на его онлайн-версию. Новое издание российского каталога. Я могу скинуть вам этот файл. То есть это то, что такой рабочий инструмент, который можно тут тоже взял и скинул. Если человек говорит «бизнес» или и то, и другое, то вы можете уже скинуть свой маркетинг-план. Ну или пока у вас нет своего официального. Тогда вы как бы вот эту потребность в информации удовлетворите клиенту. Но чаще, конечно, по опыту люди спрашивают про продукцию сначала. Чаще всего люди хотят сначала убедиться в качестве, прежде чем начать рекомендовать. Поэтому важно быть экспертом здесь в продукции, знать от и до, что у нас есть на вашем сайте с вашей стороны и также на корейском сайте. Это расширяет сразу вашу покупательскую способность вашего клиента. Потому что, например, он хочет или она хочет именно тени. Теней пока мало где есть в каких странах, и мы заказываем их скорее. Тушь там, помады. Поэтому, если мы еще знаем о наличии туши возможности доставки клиенту, это расширяет наши возможности. Да, хорошо, вижу, что есть необходимость в российском каталоге отлично. Но я тоже, когда я вижу такую информацию, да, я хочу, вижу, что это полезно. И обратная связь, это уже, когда, например, человек сделал покупку, вы спрашиваете, как вам крем, как вам витамины. Для клиента это не будет выглядеть навязчиво. Наоборот, будет очень приятно, что вы вспомнили, написали. Ну, для партнера тоже, да. Как у вас дела, вот зарегистрировали, не оставляйте одного, добавьте в группу. Хотя бы, да, что если вы сильно заняты, не можете написать. То есть, для людей это будет так приятно, чтобы вы не забыли, не оставили, а вот дали какую-то дозированную информацию, ссылки на чаты. А затем спрашиваете, ну, как дела, как у вас, что, какие-то есть вопросы. И это тоже огромное доверие вызывает, что у вас как профессионал. И клиентам, кстати, профессионалы, вот, например, профессиональные косметологи тоже поделились такой техникой, что они, когда сделали продажу, и затем спросили, как понравился, какие отзывы. В атоме вы можете не бояться плохих отзывов, потому что почти их нет. Да, только бывает, когда человек неправильно пользуется какой-то продукцией. Но, когда вы спрашиваете, вы, во-первых, и напоминаете, да, о себе. И человек вспомнил про вас, а вы для него о томе. И он такой, а, кстати, у вас там и паста есть, и щетки, давай-ка я еще и пасту закажу. То есть, возможно, вы даже смотивируете человека на еще одну покупку. Он больше попробует, больше ему будет, больше понравится продукция. И еще и на бизнес, возможно, он заинтересуется. То есть, когда вы не оставляете. Но не будьте слишком навязчивыми. Это тоже, конечно, другая крайность. Когда слишком оставляете, да, от самого, ну, самого себе. Ну, просто зарегистрировал, все, до свидания. Вот тебе информация. Добавьте в группу, конечно же, да, но не будьте слишком навязчивыми. Как там дела, что каждый день, каждый час написывать? Это тоже, конечно, неприятно, это отталкивает. Но, когда вы вот эту золотую серединку находите, тогда с вами приятно общаться и в онлайн. Ссылку я скину обязательно на наш чатик. Ваш куратор отправит вам. Ну, давайте, код очень просит, да, мы и заканчиваем. Код, последняя буква вашей фамилии. Пишите, пожалуйста, код окончания занятия, последняя буква вашей фамилии. И первый код, второй код отправьте к куратору, и вам достанется балл. Сейчас же я хотела бы узнать у вас, что вам понравилось, какую информацию вы для себя узнали, закрепили или что-то новое со знанием. Это все очень интересно. Напишите, пожалуйста, в чате. Да, последняя буква фамилии. Матина. Регулярность. Интересно, да, последовательность. Да. Нужное качество. Айда напишет. Надо общение в соцсетях подправить и поактивнее вести страницу. Легкость общения. Получи... Как... Как работать. Да. Получил информацию, да, значит, как работать. Да. Регулярно вести. Понравилось про соцсети. Спасибо. Создание канала на ютубе. О том, что можно снимать чаще сторисы не только о работе, о продукции компании, но и себе и семьи путешествий. Спасибо за интересную информацию. Прямые эфиры, не думала, что вы эффективные. Очень эффективные. Я тоже желаю вам после каждого эфира получать регистрацию. Так. Слайды в чат отправлю. Всегда думать о качестве, да, важный момент. Мне очень будут полезны ваши слайды. Хорошо. Мастер-классы. Например, да, мастер-классы. Человек привык только все покупать оффлайн. Теперь вы приходите, говорите, это онлайн-магазин. А все равно ему некомфортно. Ему хочется намазать, потрогать, пощупать. Чтобы вот этого сомнения не было у клиента. Он приходит на мастер-классы, вы все показываете, мажете, рассказываете. Идет продажа, да, покупка продукции. И что затем уже приведет к постоянной покупке этого клиента товара. Потому что у нас абсолютная цена, абсолютное качество. Или еще лучше в случае он заинтересуется клиент, заинтересуется бизнесом. Да, последняя буква фамилии. Второй код. Вроде понимаешь, что нужно ежедневно убирать все блоки и начать тоже идут. Понимаете, это одно действовать. Не теряйте время. Время очень ценно. Не теряйте силы, энергию на что-то, то что высасывает. Это соцсети, это новости. Сплетни, это делать не нужно. Это бизнес-леди, бизнесмены не тратят время свое впустую. Быть активными, скорость ответа, удобство до клиента. Мика, классный эфир. Спасибо. Спасибо. Активно работать в сторис. Выходить в эфир и устраивать конкурсы, розыгрыши для команды. Спасибо. Спасибо. Увышать экспертность. Спасибо. Вы просто чудо. Ведино, взаимно. Спасибо большое за интересную и полезную информацию. Мика, благодарю. Хорошая подача. Все понятно по шаговой декрализации. Благодарю. Регулярно, то всегда, постоянно. Да, регулярно, не забываем. Это очень важно. Вы отправите в чат. Когда говорили код, у меня зависло. Много раз уже повторяли. Проверять активность. Полезный эфир. Спасибо вам за позитив. Кстати, позитив тоже очень важный момент. Когда мы ведем соцсети, YouTube. Не делайте свой аккаунт личным. Не нужно териться. Или что-то там. Ну, такое. То, что мы делаем в личных аккаунтах. Ну, какой-то негатив вести. Старайтесь быть легким, позитивным. Наша цель, когда мы ведем Инстаграм, не показывать всю нашу жизнь, какая она есть наизнанку. Наша цель привлекание, привлечение, привлекать партнеров и клиентов. А это уже другой контент. Это позитивный, легкий контент. Возможно, кто-то, увидев ваш контент, будет думать, что вы только отдыхаете, только. Осторождаетесь, веселитесь. Тоже важна эта легкость. Не нужно ненужного, ну, вы сами почувствуете, что нужно публиковать, что не нужно. А если вы хотите прям так делиться всем, что у вас творится в душе, для этого есть личный аккаунт. В Турции классные мастер-классы проводите, спасибо. Стараемся тоже регулярно. Каждый понедельник проводим мастер-классы. Для меня это очень важно. И для клиентов тоже важно видеть, что когда регулярно проходит что-то, это сразу говорит о профессионализме. Каждый понедельник, возможно, один раз не пришел, не смог или не получилось. В следующий раз он знает, в следующий раз будет встреча, придет. Так, Мика, какой чат или грамма о прокачке соцсетей? Да, хорошо, я скину ссылки на чаты. Иди, золотую серийную еду для Светланы. Так, Иван пишет, Мика, большое спасибо за ценный познавательный семинар, спасибо. Урок был полезным для начинающих, спасибо. Так, прокачивать экспертность. Так, тут комментарии, мне времени не хватает. Но это снова отговорка, найдите время. Видимо, вы тратите время где-то еще, да? Найдите время для вашего бизнеса, онлайн-бизнеса. Очень много полезной, важной информации. Нужно действовать, дружбу с Инстаграмом. Согласна, да. Для кого-то это будет впервые. Эфир, как всегда, на одном дыхании. Мика, у большого Мичка много полезной. Я очень рада, спасибо Вероникам. Теперь точно открою YouTube-канал. Спасибо, очень полезно. Вероникам. Наш опыт бесценен. Спасибо. Очень много поддержки, любви в чате. Спасибо вам. Я пробую делать в Инстаграме все, чего только нет на странице. Елена. Спасибо. Домашняя работа будет работать над вашими соцсетями. И в следующем занятии мы уже будем больше работать. Я буду давать информацию по рекламе. Тина пишет. Мика, спасибо за чудесно наполненный урок. Столько полезной информации, всегда даешь с легкостью. Спасибо. Вы меня направили на правное русло работы. Все это было в голове. Теперь знаю, с чего начать. Здорово. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Отдыхаем без работы. Крутое занятие. Все главные секреты продвижения. Спасибо большое. Расскажите о Google-форме. У куратора спросите. Google-форма – это просто вам нужна Google-почта. А дальше вы можете через YouTube узнать, как сделать Google-анкету. Так. Я имею в виду времени. Хочется больше для работы. Жаль, что сутки 24 часа. Да, иногда жаль времени, которое ты тратишь, например, даже на сон. Но нужно понимать, для чего нужен сон. Надо научиться действовать. Спасибо. Есть чему стремиться. Спасибо большое. Много полезной информации. Все записала. Отлично. Всем большое спасибо огромное, что вы досидели до конца, что написали столько обратной связи, получили эту информацию, что тоже не каждый может, во-первых, прийти на обучение, во-вторых, во-вторых, получить эту информацию. В-третьих, самое главное, использовать эту информацию для вашего же блага, для вашего бизнеса. А далее, четвертый момент, передавать эти знания своей команде, уже своим новичкам. Следить за качеством своей работы, своей команды, чтобы больше и лучше и лучше эффективность росла и бизнес рос. Мы встретимся с вами через неделю. Будут занятия от Владимира и Стеллы также в том и четверг. Давайте приходить на все занятия вовремя и выйти до конца, так как мы делимся с вами самым главным опытом именно работы в Атоме. Потому что можно слушать экспертов в разных областях, но именно когда, что касается Атоме, мы готовы поделиться с вами этим опытом. Ну и завершаем. Я желаю вам отличного выходных, отличного воскресенья. Было очень приятно со всеми вот так видеться, увидеть ваши сообщения, обратную связь. Мы всех вас благодарим. Все молодцы. Продолжайте в том же духе. Пока-пока.